Накануне хельсинской встречи Трампа и Путина с российским президентом встретился глава Франции Эммануэль Макрон. О чем они говорили, узнаем от Елены Абрамович. Выход французов в финал чемпионата мира по футболу дал неожиданный повод президенту Эммануэлю Макрону встретиться с Владимиром Путиным и отстоять европейскую позицию в преддверии завтрашней встречи российского президента с американским. Главные темы разговора – Сирия с Ираном и Украина. Президент Петр Порошенко тоже замолвил словечко во время саммита НАТО. Заявлений Макрон с Путиным после встречи не делали. На видео, разосланном для СМИ, лишь обмен любезностями. Рабочий разговор без деталей отчитались пресс-службы. Российскому президенту этот футбольный чемпионат позволил провести целый ряд двусторонних встреч с президентом Венгрии, израильским премьером, делегациям из Палестина и Ирана. Ранее американские СМИ писали, что Путин с Трампом могут договориться о выводе иранских военных из Сирии. Впрочем, после саммита НАТО американский президент уже не так оптимистично смотрит на предстоящий разговор. Проводить встречи с Россией, Китаем, Северной Кореей, думаю, это очень хорошо. Не вижу ничего плохого, к чему это могло бы привести. Может, даже будет позитивный результат. Но у меня нет больших ожиданий. Даже если эта встреча закончится без общих заявлений и новых соглашений, все равно у России больше шансов, чем у США, представить ее как успех, пишут западные СМИ. Хотя бы потому, что Москва выглядит не такой уж изолированной. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.